До начала нового учебного года остались считанные дни. Кто-то с нестерпением ждет этого события, кто-то радуется, кто-то волнуется, как, например, первоклассники и их родители. Инна Владимировна, а с каким настроением вы встречаете 1 сентября? 1 сентября мы всегда встречаем с позитивным настроением. Настроение начинается, конечно, с каждого родителя, с каждого педагога. Конечно, наше настроение передается детям, поэтому мы себе не можем позволить другого настроения. За время летних каникул шла большая подготовка образовательных организаций к новому учебному году. Где-то проводился капитальный ремонт, где-то текущий ремонт. Обновлялись книжные фонды у нас, обновлялась школьная мебель. Поэтому мы полностью готовы к новому учебному году и мы ждем с нетерпением 1 сентября. Мы понимаем, что эти преобразования во многом произошли благодаря национальному проекту образования. Но мы знаем, что в мои текущие два года Министерство просвещения внесло изменения в этот закон у нас проекта образования. Скажите, как он изменится, что ждет школы? Мы продолжаем реализацию национального проекта образования. Все образовательные организации нашей республики активно включились в реализацию данного проекта. В рамках национального проекта образования у нас строятся новые школы. Новые школы в сельской местности на 160 мест в Ужжигутинском районе. Аулы Гирильдюк. Школа в следующем году уже будет сдаваться. В селе Учкикен у нас строится школа на 960 мест. У нас создаются центры естественно-научного и цифрового профиля до точки роста. В этом году с учетом открытия 26 новых центров у нас уже появится в регионе 81 такой центр. Все это способствует развитию и повышению качества школьного образования. Также у нас цифровая образовательная среда продолжает реализовываться. 131 центр по цифровообразовательной среде у нас создается во всех образовательных организациях. А к 2023 году 100% школ и СПО будут иметь цифровую образовательную среду с привлечением широкополосного интернета. Цифровая образовательная среда позволяет нашим детям более глубоко изучать такие предметы, как информатика в том числе. А точки роста в этом году они немножко трансформировались. И идет полное оснащение по таким предметным областям, как биология, химия, физика, лабораторного оборудования, наполнение. Поэтому, конечно, цифровая образовательная среда, точки роста, они способствуют более качественному уровню знаний у наших детей. Но, соответственно, этот уровень знаний, который дают наши преподаватели, нашим детям. По мнению экспертов, ключевым отличием станут критерии оценки учащихся, знаний учащихся. А в чем они заключаются? Хороший вопрос. Да, и на госсовете Владимир Владимирович Путин говорил о том, что наша основная задача – это повышение качества образования. В части оценки качества этого образования мы участвуем во многих оценочных процедурах, в том числе это и государственная итоговая аттестация, в части единого государственного экзамена, основного государственного экзамена. В наших школах также реализуются всероссийские проверочные работы. Мы участвуем в НИКО «Независимая оценка качества образования». И в 2022 году мы также будем участвовать в международных исследованиях наш регион, тоже по оценке качества образования. Вот уже с 2021 года, с сентября 2021 года, в нашем регионе будут нововведения в части использования всероссийских проверочных работ на уровне среднепрофессиональных организаций. С 15 сентября все колледжи нашего региона будут участвовать в написании всероссийских проверочных работ. То есть на первом курсе у детей будут проверяться остаточные знания, с какими знаниями они сегодня приходят в профессиональные образовательные организации. А также эти знания будут проверяться и у выпускников колледжа. То есть через 2, 3, 4 года с какими знаниями дети выходят, что остается у них после того, как они овладевают профессиональными навыками и компетенциями. То есть вот такие оценочные процедуры, они необходимы для того, чтобы понять на первоначальном этапе, что ребенок имеет, и по окончании учебного заведения с каким багажем знаний ребенок выходит. То есть все, что сегодня делается в системе образования, это делается для того, чтобы повысить качество знаний наших детей. С 1 сентября школы будут не только давать новые знания, но и воспитывать. Мы знаем, что в прошлом году был принят закон, который утвердил воспитание как неотъемлемую часть учебного процесса. Скажите, а что будет включать в себя воспитательный аспект? Абсолютно правильно подмечено. На сегодняшний день воспитательному аспекту уделяется значительное внимание. И мы говорим, что образование – это не только обучение, это в первую очередь воспитание. И так записано в законе об образовании как раз у нас. На сегодняшний день разрабатываются примерные программы воспитания. Прошли апробации в школах Карачаева-Черкесской республики. Такие же примерные программы воспитания разрабатываются сегодня на уровне дошкольных образовательных организаций. С 1 сентября нового учебного года образовательные программы по воспитанию будут у нас реализовываться во всех среднепрофессиональных образовательных организациях и высших образовательных организациях. Полностью пересмотрена структура данных программ воспитания. Сегодня она включает и трудовое воспитание, и профориентационное воспитание, в том числе и патриотическое воспитание, культурно-эстетическое, экологическое, то, о чем мы с вами говорим достаточно много. Мы много говорим, в том числе и о просвещении молодежи в части антитеррористической защищенности и террористических угроз. Все эти моменты включают сегодня наши воспитательные программы. Каждая образовательная организация, еще раз подчеркну, имеет свою программу воспитания и четко следует этой программе. Также Министерством просвещения Российской Федерации до нас доведен план календарных событий, основных календарных событий. Открывает этот план всеми нами любимый праздник, это День знания, 1 сентября. Ну и дальше в течение года все мы будем придерживаться данного календаря и участвовать совместно во всех мероприятиях. С 1 сентября школьников Карачаево-Черкесии ждет еще одна новинка. Все учащиеся начальных классов должны обеспечены быть бесплатным горячим питанием. Скажите, все ли школы Карачаево-Черкесии готовы выполнить требования президента Российской Федерации? Да, но я хочу отметить, что бесплатным горячим питанием учащиеся начальной школы с 1 по 4 класс обеспечены у нас были еще с прошлого года. Благодаря федеральной программе, благодаря поддержке регионального бюджета и руководства республики, все учащиеся, это порядка 23 тысяч 50 человек, получали бесплатное горячее питание. В прошлом году, когда эта программа начинала реализовываться, были определенные проблемы у нас с некоторыми школами. Но при поддержке Рашида Борисбеевича наши дети этого не ощутили, поскольку за счет регионального бюджета все эти моменты были решены и дети все 100% получали горячее питание. В течение определенного времени мы проблемы устранили. Это организация бесплатного горячего питания в образовательных организациях касалась именно буфетов и столовых при общеобразовательных организациях. Где-то мы организовали подвоз детей, где-то подвоз горячего питания. То есть наши дети на себе этого не ощутили, они все это получали. Но на сегодняшний день, вот с 1 января 2020 года, буквально все 100% образовательных организаций и все ребята с 1 по 4 класс начальной школы получают это горячее питание. Мы подключаем родительский контроль, чтобы следить за качеством этого горячего питания. У нас настроена обратная связь с родителями, с учителями, с детьми, которые также могут высказать свое мнение. Мы прислушиваемся, мы выезжаем из школы, мы смотрим это горячее питание, как оно организовано и осуществляется. Постоянно корректируем, проводим совещания, мероприятия, обсуждаем эту тему. То есть она у нас на устах и на деле ежедневно. Также она находится на контроле и руководства нашей республики. Поэтому я хочу сказать, что сентябрь 2021 года это уже второй год реализации данного проекта и поручения президента Российской Федерации об обеспечении школьников с 1 по 4 класс с горячим питанием. И мы активно стараемся реализовывать данное послание. При подготовке к школе родители на покупку констоваров тратят не одну тысячу рублей. Дорогие учебники, скажите, пожалуйста, эта проблема в Карачаево-Черкесии, в школах Карачаево-Черкесии как-то будет решаться? Насколько будут обеспечены сегодня учащиеся школы бесплатными учебниками? Ежегодно мы обновляем фонд учебников. Ежегодно. Этот год не стал исключением. У нас с 5 по 9 классы, то есть это основная общая школа была обеспечена. В течение лета мы приобрели достаточно большую массу учебников. С 1 сентября все ребята получат эти учебники. В 2021-2022 году перед нами стоит задача, чтобы в 10 и 11 классах также обновить учебный фонд. А что касается учебник на национальных языках, эта проблема решается в Карачаево-Черкесии? Вопрос стоит достаточно остро. Он находится на контроле у руководства республики. На протяжении даже летнего периода мы тесно занимались этими вопросами. Перед нами сегодня стоит задача эти учебники издать и так сделать, чтобы они попали в федеральный перечень. То есть большая экспертная работа предстоит и большая авторская работа коллективов. В этом году Институт повышения квалификации работников образования, который занимается написанием, изданием данных учебников, выиграл гранты по написанию учебников абазинского языка, абазинской литературы, ногайского языка, карачаевского языка. У нас сейчас эта работа активно ведется. К концу календарного года будет завершена. И я уверена, что часть новых учебников по родному языку и родной литературе мы получим уже в этом году. Качество образования – это качество преподавания, согласитесь. Но скажите, Инна Владимировна, вот как наши преподаватели могут качественно выполнять свою основную задачу, давать знания, если они буквально завалены бумажной работой? На это жалуются абсолютно все учителя нашей республики. Бесконечные справки, отчеты не только на бумажных, но и на электронных носителях. И плюс к этому еще Инстаграм. Когда им работать? Да, хороший вопрос. На самом деле наши учителя перегружены. Имеет место бюрократическая такая нагрузка на учителей. Об этом много говорят и сами учителя. И Министерство просвещения в прошлом году провело достаточно большую работу в данном направлении. И постарались исключить ту всю чрезмерную нагрузку, которую сегодня осуществляют учителя. И своим нормативным документом закрепили, что на сегодняшний день педагог в образовательной организации должен только овладевать четырьмя документами и больше ничем. Остальное все время посвящать образованию детей. Эти четыре документа были четко обозначены. Это основная образовательная программа по всем уровням образования. Это журнал успеваемости наших детей. Это журнал посещаемости группы продленного дня. И личное дело самого учащегося. Вот четыре документа, с которыми должен работать сегодня педагог. Все остальное попросили исключить из нагрузки педагогических работников. Мы довели эту информацию до руководителей образовательных организаций нашего региона. Попросили начальников управления образования взять на жесткий контроль, чтобы наших учителей не загружали. Они имели время для непосредственной передачи знаний и для собственного самовыражения и самообучения. Я думаю, учителя будут очень рады этому событию. Мы очень надеемся. Буквально несколько дней назад заявил министр образования и науки Валерий Фольков. Он сказал, что главная проблема российского образования – это отсутствие мотивации у студентов. Скажите, как будем мотивировать наших студентов к России и Чуркисии? Как мы будем мотивировать студентов, которые поступают в высшие учебные заведения? Я думаю, для студентов и выпускников школ Карачаева Черкесской Республики данный аспект менее актуальный, потому что у нас также популярно высшее образование. И в большинстве своем выпускники 11 классов стараются поступить в высшие учебные заведения. И на сегодняшний день они считают для себя приоритетом получить высшее образование, а затем уже трудоустроиться. Но вектор мировоззрения сегодня молодого человека в целом по стране, если брать, то он немножко сместился в сторону того, что молодые люди считают сегодня получение высшего образования не первостепенной задачей, а данную задачу стараются немножко во временном аспекте отпустить. То есть они считают, что имея определенный уровень умений, навыков каких-то, если говорить сегодня, скажем, об IT-технологиях, чем сегодня обладает большинство молодых людей, они уже после школьной скамьи могут получить, скажем, среднепрофессиональное образование и найти себе достаточно оплачиваемую работу. И далее уже высшее образование они рассматривают как приложение к своим навыкам и умениям, и в большинстве своем они могут получить высшее образование или в заочном формате, или совмещая работу, скажем, и учебу. Ректоры наших вузов в Карачаево-Черкесии, насколько я знаю, они приветствуют, чтобы выпускники уже старших курсов работали где-то, то есть совмещали и учебу, и работу. Я считаю, что это правильное решение, поскольку для учащихся старших курсов это прекрасная возможность себя уже проявить, где-то себя попробовать и определиться с дальнейшей профессиональной деятельностью. Поэтому данный вопрос, который осветил министр науки и высшего образования, для Республик Кавказа, я думаю, он не столь актуален, поскольку все-таки у нас на первом месте стоит получение высшего образования, а затем уже трудоустройство. Но в целом в стране такая тенденция имеет место быть. Спасибо, Инна Владимировна, за ваши ответы. Хорошего начала учебного года, и не только начала, но всего учебного года. Спасибо большое, спасибо.